друзья всем привет вы на канале питомник собак короче друзья сейчас щенкам бланки три недели и мы посмотрим на каждого из них в момент съемок видео еще ни один щенок не зарезервирован потому что мы только показывали рода еще на днях вот у каждого щенка свой номер сейчас мы не будем сравнить номера мы будем всех подряд смотреть а я уже буду подписывать в титрах у кого какой номер все щенки на продажу здесь мальчики и девочки сейчас посмотрим всех кстати друзья к нам поступил новый материал пеленок вот этого же темно-серого самого популярного цвета и сейчас в продаже уже доступны пеленки такого цвета кому нравится кто ждал именно темно-серый пожалуйста переходите на сайт питомник собак шоп ссылка будет в первом закрепленном комментарии заказывайте используйте промокод 2022 и получите скидку 5 процентов вот такие они классные вот такую плетеночку серый начались показывай ты спишь мы ребята опять как всегда устроили съемки в два часа ночи я на как всегда хочет спать потому что я ну посмотри на нас ты как я сплю давай щенок покажем да щенок и тут он без конца дела с вами он делал убирать да они прям не премьерно совершать мы их разбудили они спали ждали когда я приду да чтоб свои дела сделать каждый сделал это пришло закончил я честно говоря тебя не для этого ждал но в итоге тебе пришлось убрать за каждым у нас бумага же закончилась хватай любого чего хватает он как и до сих пор у меня бумаги больше нету все что я приготовила мы все использовали до начала съемок где твоя какашулька скажи уже растоптал ладно начало начали с какашулик ладно давай ян смотреть щеночек хватай любого честно опять написать что это не породистый заморышень да друзья самый тот возраст когда только что открыли глаза начали ходить пока они худенькие но я могу сказать что с прошлым планетом бланке тоже самое они были такие страшненькие но через две-три недели мы их уже снимали на лужайке это были серьезные солидные собаки так что те кто понимают это понимают и вы сами увидите что в полтора месяца к ней будет классно у нас в прошлом помните была белая да вот опять нас белая девушка давай я вставлю какой она была и вставлю какой она выросла кстати да ян и тоже от бланки такая же тогда было от бланки от сели тогда было от бланки от сельвера теперь от бланки и от сын и от сына сильвера вельвета правильно да только эта девочка по моему если не ошибаюсь лиловая да а у нее нос не шоколадный будет я черный бой был нос черный то есть да это возможно ли лиловая но пока еще не очень понятно ну давай взяла отчего ты ее кинул они же не сидят на руках ничего страшного голодные давай каждую сниму чтобы у нас была хорошая фотография девочка девочка в титрах подписываем номер все продаются ну и продаются на данный момент пока непонятно лиловая шоколадная но с как будто пока что тоже нету да у всех у них ребята могут появиться крапушки может им какой-то корм принести прям сразу это они не смогут ну видишь они какие голодные они проснулись и хотят есть может подадим корм сейчас будет грязный но будет грязный но не знаю так я давайте показывать щенка хватит кормить ее пальцем шершавый нос шершавый язык нет языка не шершавый ой смотри янче тут они друг друга уже облизывают ой крапушки смотри ваша ну подожди там мы еще не дошли да я вижу крапушки так все же здесь показывал так ну вот нормальная фотка давай хорошо давай следующего не перепутаешь никого всех самых белых все белое было всех белых полностью нету это девчонка тоже белое это девчонка шоколадная у нее шоколадная пимпочка на хвосте да есть да на хвосте шоколадную коже и вот здесь шоколадное пятно и покажи на хвосте какая-нибудь кисточка там или как ясно но там чисто быстро осмотрел ножик нос начинает прокрашиваться шоколадный свет ребята извините что так шумно надо было надо их покормить перед съемкой щенки шоколадную все щенки попал и все щенки триколорные генетики они все триколорные да просто у кого-то видно только два колора да да у кого-то только два не приятно это очень неприятно вот такая девочка классная да эти две девочки хорошенькие такие сморки с мордочками да белые это вообще конечно для более элитный цвет их не так много всегда в пи других питомниках у нас чтенько бывают белые часто себе оставляем даже белок да так еще один белый это кабель тут у нас до мальчик там мальчик мальчик да красивый и вот такой кабель рассказывай но у него вот крапушки начинают появляться первая крапушка вылезла вот она так что возможно еще пойдет крапушками вот на него смотри щечка видно что подпала он такой солидный дал крупненький он увесистый на попе тоже но он такой мощный мощный да он прям чувствуется от него да он даже сейчас на фоне остальных самый хороший мальчик мощный мое любимое слово когда характеризую более мощный там тебя смотри пытаются полизать меня съесть пытаются за ноги кусают так ян белых всех посмотрели да сейчас давай мне менее закрашенных ливовых давай брать потом самых закрашенных это это вот такая вот красивая девочка ее по голове крапушки пошли такие хорошие краб настоящее краб как мама девочка веснушка будет не одна будет более краписта чем даже так тоже по маму очень дала на правой щечке подпал нет попал здесь до кусочек тоже видно вот красавица очень у нее и под попой смотри какая сплошная спина покажи ее сплошную и на лапах она плащовая тоже покажи на лапах подпал какой красивый вот видно например очень красиво здесь на задних лапках он полностью видно пока я самая красивая девочка и посмотрите какая она спокойная очень красивая девочка и как-то приятно даю на ручки взять что-то орешь скажи мне пожалуйста это панику говорит что хвалит не того меня хвалить очень какая спокойная прям как мама бланка кстати друзья мы после съемок позовем сюда маму бланку и расскажем у нас кто все про нее мальчишка это мальчишка тоже с подпалом и не путешествия что да вот мальчик такой не знаю может быть будут крапинки что такое вроде нарисовывается но пока не очень понятно не подтверждено пока не подтверждено тоже симпатичный тоже спокойный кстати ну вот так сам этого пока хорошие мордочки у всех породные покажешь на сегодняшний день парнишки красивые тоже у него много-много лилового кусаетесь они кусаются хотя пробуют на вкус едобно ты или нет да короче классный парень даем давай сюда похож на сына лилу и сильвера мне почему-то она очень напоминает помню был такой до который вырос красиво такого жилевого кобеля покажу сейчас так теперь вот этот кто-то тоже мальчик очень красивый он больше напоминает кстати он тоже он сильнее напоминает того подпала было много на лице а у этого смотри давай специально можно покажем с двух сторон здесь подпал и он здесь прям вся щека в подпале видите да надеюсь передает камере и лапка очень красивый он очень и это такой белый у него такой сливочный сливочная как они все не сказал что это крем-брюле все они крем-брюлешки но тут прям ничего говорить и она очень классно сейчас вот так вот под потеру спинку ну-ка сделай еще раз мне так понравилось он сразу такой красивый стал вот такой да вот ему нравится красавчик очень симпатичный короче вообще классные парни вообще шикарные здесь парни всегда красивее чуть-чуть он готов спать видишь да короче подряд три спа к началу были три не очень спокойных щенка теперь подряд три спокойных щенка классный там кучу они успокаиваться стали в кучу легли а это я на то что это тот щенок мальчик один я его запомнил который первый родился переживали мы за него что немножко синенький был но он уже он уже к вечеру все отошло и все у него было отлично просто он медленнее всех воды нахлебаться реанимировался ничем не отличается он самый лиловый шуштрик он самый прокрашенный он вообще самый прокрашенный щенок в помете у него тоже на щечке подпал вот вот такой замечательный паренек но он прям весь 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 лиловый ой как сбоку красиво может на вельвета чем даже похоже даже не могу понять на кого он похож но он какой-то вроде не вельвет вроде и не бланка непонятно пока чтоб на кого он похож не могу сказать на кого вроде бланка такой не было что ты куда-то бежишь то не знаю пока на кого похож все давай бланку запускает они хотят кушать они голодные у него кстати у единственного залом на хвосте он самый красивый самый прокрашенный но у него к сожалению ладно все иду за бланкой кого-то не решил показать да наша фаворитка она просто она просто очень приятная почти чпок но но сейчас чмоки все достаются сыну так что сорян ребята будем целовать через пару лет когда ты нацелуешься сейчас я на его оба сына целуем я раз по 50 в день а я на раз по 500 поэтому пока все для сына щеночки подождут все иду за банк ну вот друзья наша замечательная собака бланка как мы говорили во время родов мы будем ей после того как она вырастет поймет щенков восстановится полностью через месяц через два может быть через три она будет смотреть по состоянию мы будем ей искать дом вот так же как всем другим нашим собакам которые выводятся из-за разведения рожденным нашим питомники и сейчас я на расскажет какие бы она хозяев хотела видеть но я от себя добавлю я не расскажу какие бы но все равно да ну примерно они расскажут вы сами напишите скажете она я напомню это или это или нет а я просто от себя добавлю что бланка просто собака с гарантией как говорится она от нее никаких сюрпризов ждать не стоит она мега нежная мега ласково очень любит людей очень любит компании очень послушная на поводке ходит все знает жива с нами первые годы в доме вот в общем ее все любят она все любимица вообще всех вообще кто с ней общается я не она полюбила моментально желала они два года у нас жива два года они жива примерно даем вот и сейчас ей будет лучше не оставаться в питомнике быть одной из десятка собак жить в вольере мы бы хотели эту же судьбу что и мы уже видели получили многие другие собаки которые просто обожают нам вот сейчас присылают видео из севильи и с уфа в общем целым всех кого прислали с виспой тоже да и мы просто счастливы или просто даже у нас ни малейшего сомнения нет что мы поступаем правильно чтобы разведение породистых собак происходило нужны питомники должны какие-то собаки вносить свой вклад в развитие породы к сожалению так устроен мир вот но питомник не может оставлять себе всех потому что если мы будем оставлять всех собак себе то у нас через два-три года будет не питомник а приют из одних пенсионеров в каждом вольере будет сидеть пенсионер поэтому мы и для себя лучше делаем и для собаки лучше делаем и для новых владельцев которые будут счастливы с нашими замечательными собаками мы отдаем только тех собак которых мы уверены которых мы знаем что им будет хорошо в новом доме те которые мы знаем что те которые все собаки которые мы знаем, что могут только с нами, они будут оставаться с нами навсегда. А еще это хороший пример того, что у нас все собаки с нормальной психикой. Да. Потому что мы любую собаку... Мы можем спокойно их отдать новую семью. Да. И знать, что там будет все хорошо. А все почему? Потому что мы им уделяем много-много времени. Как бы многие не писали, что они у нас там сидят в вольерах, не социализированы, но мы вам показываем собаку за собакой. Ну, они не социализированы, не приучены к городу. Вот, допустим, Уфо уехала в город, она привыкает к городу. Виспа также уехала в город, она еще пока что привыкает к городу. Но за счет того, что у собак нормальная психика, адаптация приходит. Ну да, они просто не видели машин, шумов, всех этих гудков. Естественно, они этого не видели, не слышали никогда. Ни велосипедов, прилетающих к нему, ничего этого. Самокатов. Самокатов, да то, что такое звуки издает специфические. Но они социализируются, привыкают. Ну да. Поэтому, друзья, Буанка, это вообще, наверное, из всех, что мы отдавали собак, мы меньше всего будем за нее переживать, что какие-то могут быть проблемы. Буанка спокойная. Были собаки, за кого мы переживали, потому что у всех какие-то свои особенности. А Буанка – это прям вот идеальная собака. Она будет любить своего хозяина, она будет всегда в компании, всегда рядышком. Вот сейчас она отойдет от материнства, сейчас она немножко более сосредоточена на своих детях, но это ненадолго. Она уже от них текает при любой возможности. Ну да, они уже ее тянут, уже у нее мало молока, она уже, видите, немножко потеряла форму, уже не такая объемная. Вот я могу вставить фотографии, как выглядит Буанка, когда она в нормальной форме, не кормит детей. Да, она быстро отъестся. Она отъестся буквально за несколько недель, перестанет кормить и даже за две недели, может быть, восстановится полностью. Напомню, что она уже стерилизована, она уже не сможет рожать деток. Но впереди у нее еще большая часть жизни, которую она может привести с любимым человеком и быть любимой собакой, чего мы ей и желаем очень сильно, потому что она точно заслуживает, чтобы ее забрали, полюбили, уделяли ей все внимание. Буанка к котам совершенно адекватна. Да, она ко всему адекватна. Так что, друзья, кто хочет Буанку, пожалуйста, связывайтесь с Яной, контакты будут снизу. Напишите о себе. Чем подробнее вы напишите, все расскажете, почему вы хотите Буанку, где будет, как будет жить Буанка, тем лучше. Кто-то, бывает, присылает видео, кто-то присылает много фото. Это все сказывается. Мы ищем ей самого лучшего хозяина, по мнению Яны. Обычно Яна никогда не ошибается, и все наши собаки попадают в самые лучшие дома. Если уйдет на это год, мы будем искать год. Ну, отдадим именно тому человеку, которому мы умеем. Я думаю, быстрее. Да, я думаю, что уже есть люди, которые ждут только, когда мы скажем про Буанку. Яна обычно мне рассказывает про всех людей, которые пишут, мы с ней обсуждаем. И когда она считает, что вариант хороший, и я говорю, да, супер, мы этому человеку отдаем. Такой у нас двойной контроль. И вы еще будете смотреть на нашем канале видео, и про всех собак. Мы подробно потом показываем, как они уже месяц-два живут в новых домах. Я думаю, что будут на случай, когда нам и через год, и через два, и через три будут присылать, как собаки живут. Мы с этими людьми почти со всеми на связи. Да, так получается, что… Да, приятные нам двести. Да, потому что это люди, которые реально наши какие-то друзья, любители нашего канала, соответственно, они о наших собаках заботятся, и понимают наши переживания, соответственно, поддерживают с тобой связь. И очень спокойно нам отдавать этим людям собак. Все, друзья, посмотрели на щенков бланки, посмотрели на бланку. Ниже закрепленный комментарий, смотрите, какие щенки сейчас на продажу, на момент выхода видео, сколько стоят. Ну и бланка тоже будет ждать своего самого лучшего хозяина. А вам спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте поставить лайк под видео, написать комментарий, так вы поддерживаете канал, так зрителей на канале становится больше. Ну, на этом все. Всем пока. Следующий этап. Щенки будут переезжать в вольер питомника и купировать ушки. Это мы увидим чуть позже. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok